Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука! Вы ждали, ждали и дождались такого современного способа выращивания растений, как использование микробных консорциумов. В одном из замечательнейших старых фильмов, мы его все помним, точно знаем, говорил герой очень хорошо, 3 звездочки, лучше 4, лучше всего 5 звездочек. Да, он говорил это, конечно, про небо и про коньячок, а мы будем говорить о препаратах, которые помогают защищать наши растения от болезней, стимулируют их рост развития и превращают питательные вещества почвы в доступные для наших растений. И нам нет нужды беспокоиться о черной ножке, о фузариозе, о вертициллиозе, о каких-то болезнях, о каких-то проблемах, о каких-то недокормах, о каких-то перекормах и обо всем прочем, о фитофторозе, о кладоспариозе и пошло-поехало. Почему консорциумы хороши? Что такое консорциум? Консорциум это сожительство, да, совместное существование в дружбе между различными микроорганизмами. Однако подружить внутри какого-то препарата, там в бутылке, в банке, микробики не так-то просто. Как бы там ни было, они все равно находятся в конкуренции. Конкуренция и сотрудничество это основа жизни, но все-таки, когда производятся препараты на основе разных микробов, то они так или иначе начинают там конкурировать друг с другом. И вот Биотсо, хорошо вам известная, разработала отличную формулу, в которой собрала разные взаимодействующие друг с другом, находящиеся в содружестве друг с другом группы полезных микробиков вместе и развела микробики, которые между собой, ну, дружат хуже, но когда они в банке, да, когда они в бутылке, то они начинают конкурировать. И представляет Биотсо вашему вниманию такой препарат, совершенно уникальный, аналогов которому нету в мире, это консорциумный препарат, в котором собрано множество-множество-множество особых бактерий, которые называются бациллы. Он называется светофор не зря. Красный слой, верхний слой, он говорит стоп болезней и стоп фитопатогены. Он защищает наши растения от широчайшего спектра различных заболеваний, в первую очередь тех, которые родятся из почвы. А это большинство болезней, которые одолевают наши растения, будь то в стадии рассады, будь то уже высажены на постоянное место. Желтый средний слой в светофоре, он усиливает иммунитет, укрепляет иммунитет самих растений. Но он так взаимодействует с растением, наподобие привикурэнерджи, вот препарата, что растение становится устойчивым к фитофторозу, к пероноспорозу, к многим другим болезням. Зеленый слой содержит в себе микробики, которые стимулируют рост корневой системы и стимулируют урожай. Таким образом, красный стоп болезней, желтый стимулируется иммунитет, зеленый старт на рост и высокий урожай. Это совершенная инновация, которая действует гораздо мощнее и гораздо сильнее, чем многие смесовые препараты. В некоторых препаратах пишут там 33 штамма бактерий с грибами, где-то там пишут 133, написать можно что угодно. Но вот здесь мы сделали все так, чтобы оно действительно работало. Светофор КМЕ, он отлично помогает при выращивании рассады, при высадке рассады на постоянное место. И если рассада уже распекирована или если растения уже высажены, он тоже замечательно помогает. Как его использовать? Ну вот здесь вот у меня 5 литров земли насыпано. Мне просто надо взять половину чайной ложечки этого препарата, пол чайной ложечки этого препарата и внести сюда вот в землю. Когда у вас баночка полная, то вам надо немножко отгрести. Почему? Потому что надо взять и чтобы все-все-все слои вот сюда вот попали. А когда уже у вас немножечко препарат израсходовался, вы просто банку смешали и все слои у вас смешались между собой, равномерно перемешались. И в результате у вас получается однородный препарат с наполненностью всеми активными микроорганизмами. Здесь в основном находятся бациллы, которые хранятся очень долго, которые выдерживают нагревание, которые не боятся холода, которые не боятся высушивания, которые ничего не боятся. По этой причине споры этих разнообразных бацилл сохраняются здесь очень долго. Срок годности этого препарата составляет 24 месяца. Поэтому вот этой баночки вам хватит весьма и весьма надолго. Итак, добавив пол чайной ложечки на 5 литров или чайную ложечку на 10 литров грунта, предназначенного для посадки комнатных растений, для пикировки, вы просто все это перемешиваете и используете грунт обычным образом. Если вы уже распекировали рассаду, то в каждый горшочек вы можете взять, вот у меня уже смесь получилась, вы можете взять на кончике чайной ложки и просто немножечко вот так вот посыпать. На кончике чайной ложки и по поверхности немножко посыпать. Споры оживут, и бациллы пойдут искать корни растений, вступая с корнями в содружество и вступая с ними в полезную связь. Благодаря этому увеличивается урожай и нету необходимости использовать синтетические препараты, что в общем-то будет сохранять вам здоровье, будет приводить к росту очень вкусного, полезного и обильного урожая. И те, кто являются сознательными огородниками, они должны понимать, что это не будет наносить ущерба окружающей среде, что для нас, для биот-со является очень и очень важным. Каждый, кто использует препараты серии биот-со, они способствуют сохранению окружающей среды, улучшению окружающей среды и без нанесения никакого ущерба своему собственному здоровью, что очень важно, ведь многие выращивают растения для себя, для своих детей, для пожилых родителей и так далее. А пестицидная продукция, к сожалению, очень крепко подтачивает здоровье. Если у вас растут многолетние растения, возьмите, пожалуйста, буквально пол чайной ложечки и рассыпьте вокруг самого растения. Может быть, это роза, может быть, это какие-то другие растения, которые требуют нашего внимания и нашей защиты. Здесь и азотфиксаторы, здесь и фосфатмобилизаторы, здесь и защитники, здесь и синтезаторы элиситерных соединений и так далее, и так далее. Это не препарат, это просто клад. Клад и огромное подспорье для всех, кто любит выращивать растения, получает свой урожай и уважает себя, свое здоровье. Что ж, впереди у нас еще рассказ о таком новом грибном уже препарате, как мозаика. Это обязательно не пропустите, это очень интересно, таких препаратов не существует, это единственный препарат в своем роде. Обязательно оставайтесь на Ивановой науке, в обязательном порядке узнавайте новое и самое современное о питании растений, о защите растений, о выращивании, безопасном выращивании урожая. На этом я прощаюсь с вами, до очень скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok